Доброе утро, дорогие друзья! Продолжаем говорить о преодолении неудач. Мы с вами поговорили о вере в собственную большую цель. Мы поговорили о том, что мы должны проанализировать, почему мы потерпели ту или иную неудачу. И сегодня я хочу дать один совет. Никогда не оставляйте ваш анализ, понимание причин без последствий. Если вы задумались над причиной, почему потерпели поражение или неудачу, то это уже само по себе очень хорошо. Но не будет иметь вообще никакого смысла, если вы не будете корректировать себя, если вы не будете принимать решения, направленные на исправление. Зачастую, наверное, почти всегда мы, потерпев неудачу, поднимаемся, отрисаем колени и просто идем дальше. В надежде, что в дальнейшем подобного рода приключения нам не встретятся. Но это очень сильное заблуждение. Они обязательно будут ждать вас за ближайшим поворотом. Если вы не выучите урок, если вы не исправите в себе то, что привело к поражению, вы будете терпеть поражение постоянно. Например, вы вдруг поняли, что вам не хватает знаний, вам нужно их приобрести. Вы увидели, что у вас мало силы, вам нужно натренироваться, вам нужно подкачаться, это духовно, физически, я не знаю, но вы должны реагировать на неудачи. Если вы не будете это делать, вы будете просто человеком, который сам себя обманывает и постоянно находится в проблеме. Хотите победы, анализируйте причины, почему вы проигрываете, устраняйте то, что привело к этой неудаче, и вы обязательно победите.